Города Все или ничего для слабых середина Не надо пустых разговоров, а счастья не надо Мы поплывем по волнам И рая земного не надо рубить и канаты Мы поплывем по волнам Всякий раз, когда волною накрывает Время останавливает бег Порой бывают подводные камни И снова на мели Но звезда горит в ночи Звезда Есть какие-то вопросы? Да? Да Почему это был спот в твоем тренировке? Потому что я пробовал много разных спортсменов Маршал-карты, басикл, ручки, ракбе и так далее Но ни одного из этих спортсменов мне удовольствия Атлетические препараты я получил как категор спортсменов Сколько времени ты тренировал? Атлетические препараты я получил как категор спортсменов? Атлетические препараты я получил как категор спортсменов Атлетические препараты я получил как категор спортсменов Атлетические препараты я получил как категор спортсменов Невероятно? Не так сильно Не, не, не Не, не Не, я не так очень сильно Когда у меня был учебе Большой экземей Атлетические препараты я получил как категор спортсменов Да, я попробую. И вы получаете лучший результат. Красный кафе. Кафетерия. Красный кафе. Красные кексы. Только автокомпетиций. Да. У нас есть право. Вот в этом местечке, тихом, красивом, и будут проходить соревнования. Давайте войдем. Спортсмены посъезжались уже. Палестра Футура. Интернашнлллллллллллллллллллллллллл. Здесь будут соревнования. Продолжение следует... Как птица я взлетаю и лечу туда, где мечта и судьба сольются поедино Все или ничего для слабых середина Не надо пустых разговоров, о счастье не надо Мы поплывем по волнам И рая земного не надо рубить и канаты Мы поплывем по волнам Всякий раз, когда волною накрывает Время останавливает век Порой бывают подводные камни и снова на мели Но звезда горит в ночи, звезда горит вдали Жизнь продолжается, время идет, оно не ждет Не страшен на пути любой подаворот А мне бы только раз, чтобы вам взять руки Оставить позади все, что мешает мне идти И попробуйте тогда мне дать мечтать О чем-то более ярком, чем звезда моя Та, что выше всех, но светит лишь мне Я несу ее свет, до сих пор в своем сердце Если вдруг ждет, то я возьму в руки весла Если вдруг ждет, значит будет солнце Последняя страха, скучаю по всем вам Мое письмо уносит ветер по волнам Не надо пустых разговоров, о счастье не надо Мы поплывем по волнам И рая земного не надо рубить и канаты А мы поплывем по волнам И окажемся там Спят ветра там, но мы разбудим их Вот наши паруса, дуйте за десять Разбивая пух и прах, чудеса, чудеса Не нужны тем, кто не верит в них Мы машем руками, мы почти на горизонте Мысли о Боге, мечты о свободе Как не случится, как не получится Не страшен исход, все по воле случай Не надо пустых разговоров, о счастье не надо Мы поплывем по волнам И рая земного не надо рубить и канаты Зарегистрированный знак Олева Круто, на гире Федерация гиревого спорта Здорово, смотрится Скоро начало У тебя есть первая компетитация сегодня? Первая? Нет Нет Первая компетитация И ты? 10 11 Супер Какие ваши личные рекорды на 24 кг скеттлбол? 14 В джерк 40 И 65 Супер Какие другие руки на сумме? Супер 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 52 И 54 Супер Но сегодня ты хочешь больше результатов? Не знаю Не знаю Ха-ха-ха 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 Не знаю И ты любишь long cycle? Да 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 Какие результаты? Но я предпочитаю между джерк и джерк И ты? Вы предпочитаете long cycle или биатлон? Я У меня больше соревнований с джерк и джерк и джерк и джерк. И иногда в биатлон. Одни недели я уже соревнований с джерк и джерк. Да Какие результаты на тренинге с 24 кг? Да Не знаю Ха-ха-ха 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 Илья На Нет, нет. После соревнования. Это ваша первая разница? Это ваша первая разница в Ниланде? Да, да. Первая разница в моей жизни. Не парься. Будь счастлив. Считай, считай. Какая смена? Какая смена? Вдетектив. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Потом пришло время, когда это все по смену, потому что не падал, но с третьего разряда на мастера спорта, оно все по себе, но прикупил, мастер спорта, оно результат как бы рост, если говорить о длинном цикле, это более мое, по физической структуре моего тела, в гибкости, почему суставах меньше, очень много работаю над гибкостью ногу, но, короче говоря, я больше спортсмен длинного цикла, нежели в гибкости, например, и у меня результаты росли достаточно равномерно, то есть у меня так, допустим, можно сказать, сразу по нулям, я только начал, узнал, что есть длинный цикл, я без никакой техники закидывал на плечи, раз на 30-35 раз поднял, раз поднял, отдохнул, минут 10-15 еще раз надо попробовать, там 31-35 раз, пару серий таких делал, в тупую, в наглую, спустя ростинка техники, потом немножко, немножко начал думать о технике, чуть-чуть, но очень мало, и перешагнул сразу за 60, по длинному циклу, вот, а там 60, потом уже буквально через год уже за 70, потому что дежурный результат так не был, а за 80 это уже был, как и технический, но самое главное тоже, какие гири, потому что во многом с моими руками, большая рука, запресс, который там 5 км меньше, и рука, руки не залазят, руки не залазят, нет расслабления, нет сжимания, нет сжимания, и все, то есть если нормальный гири, то за 80 это дежурный результат, то за 80, то нормально, и так же если... Я понимал, за 80 раз, и сейчас, то есть там за 30 лет, сейчас, за 40 лет, тоже результат еще, можно сказать, держится на уровне, даже еще больше, можно сказать, так, да, Почему? Потому что тут физическая сила есть, выносность, растет, удары, ну тут их 6-38, то есть это все физическая подготовка не с годами, это связано с выносовостью, но самое главное технический пример, технический пример, начал думать, изучая, значит, преподаю много лет студентов, и на примере всех студентов, все, не знаю, классно, вообще, знаю, на все 100%, просто знаете, я сейчас знаю все технические данные каждого движения, и поэтому, что сброс, расслабление, то есть правильный, правильный угол наклона, правильный угол сгибания ног, ни больше, ни меньше, смертные точки правильные физические, именно по законам физики, как уйти, как тазом уйти, сейчас надо все показывать, правильно, то есть это нюансы, и самое главное, задача гиревика, понимать гири, который держит рука, если он держит гири 32 килограмма, их нам поднимать только 32, но с ошибкой мы их поднимаем, далеко за 40 килограмм не становятся эти гири, задача, уважаемые гири, гири, понимаете, только 32 килограмма, это больше, просто, это все технику, это нюансы, когда в рывке говорим, когда гиря не остановилась, и начинают вытаскивать назад, и у тебя из 32 превращается в полтинь, гиря, надо использовать вариант мать, гиря, она возвращается, рука в это время расслаблена, рука это как бы веревочка, которая держит, вот связывается в плечевом суставе, и тут держится вот эта болваночка, которая называется гиря, она идет в натяжку, эта 32-очка тянула эту веревочку, ты должен аккуратненько, если ты неправильное движение, синхронные движения ног, спины, руки с гирей, нету, то есть должна быть скорость одинаковая, к примеру, 100 километров в час идет руки-ноги гиря, и если гиря пошла 100 в час, а ты тазом дал 110 час, все, а там варе получается, все, идет обрыв, и это гиря уже автоматически весит, к примеру, только возьми, 40 килограмм, то есть уже не 32-40, получается, какие мы все-таки правила, что мы лишним понимаем, на самом деле, просто избойка в руках, но что это слово, техника, 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 синхронное движение, все четко, особенно, вот, главная задача, вот, если говорить о длинном цикле, это с мертвой точки правильно вынести гири на уровень таза, и потом их, пожалуйста, идите ко мне, ручка энергии, как идет к груди, выходим мы на 90 градусов с рукой, заходим медленно, быстро в угол, в ручки, гирь, и одновременно ставим на живот, то есть подножные гири, да, без никаких, конечно, это все лишняя затрата сил и времени, то есть это все, я вот понимаю 80 раз, можно сказать, отдыхаю, дежурный результат, на всех соревнованиях, которые выступают даже на чемпионатах мира, ну, 90% связано с организацией, которые везут в порядок, то есть и команда 20-30 человек, а на ли на поздно? Деписанты физические, как вы знаете, и то есть выхожу уже на помост, как второстепенно еще на выступах, ну, даже вот этот чемпионат мира сделал 82-84 года, то есть это самый с унис дежурный результат, я думаю, такой был уставший, и много стран, и заседания, конференции, все прочее, все на нервы, что-то, ну, не иду себе по 8, спокойно, без всяких, без всяких, без всяких, это у нас было намного-намного больше, ну, все, в последнюю минуту сделал 11, то есть ускорился у нас 9 минут отработал, вот себе дежурный, а в последнюю минуту пытался, что успел по времени на все. Да, Павел, ну, и такой финишный вопрос, в 16-м году мир ты принимаешь, да? И впервые мир, расскажи, вот в чем новизна, как, что будет, небольшую рекламу. Хорошо, да, будет реклама, то есть, не реклама большая, но, хотя бы, да, желающий, конечно, приехать на чемпионат мира в Италию, это будет четвертый чемпионат мира, который провожу в Италии, вообще провожу чемпионат мира и, конечно, те, которые в Италии. Чемпионат мира будет проводиться экспериментально, ну, это не экспериментально, это не экспериментально, чемпионат мира, но пробуем все, что-то новое вести. То есть будет один чемпионат мира, один чемпионат Европы в Фортугалии, в Портул 12-го, 15-го мая и 27-го, 31-го октября в Турине, в столице заменитых олимпийских игр, 26-го года, будет проходить чемпионат мира. В четверг 27-го приезд, взвешивание команды и все остальное. 27-го будет первый день длинницы, средний мужчин, элит, у нас не называется профессионал, называется элит, 32-йки, аматоры 24 килограмма, мужчины, у нее 22 лет, тоже 32 килограмма, женщины, только категория 16 килограмм, это одна элит, аматоры, я тоже не знаю, потому что 16 килограмм уже слишком легкие, и эстафета, и ветераны, в тот же день, мужчины и женщины. Суббота, в Айборе, в Айборе среди мужчин, элит, тоже самое, как и в длинном цикле, женщины, рывок в этом плане, эстафета, ветераны, в воскресенье проводятся, кроме этого, в воскресенье, 30-го числа, будет большая отчетно-выборная конференция международной федерацией генового спорта. Вот, чемпионат мира, мы всех приглашаем, будет проведен на высоком уровне, надеемся, что приедет много стран, супер медали, супер призы будут, так что приезжайте к Италию, все будет окей. И самое главное, что, кто приедет всех в аэропорт, пойдем, заберем, принесем, уложим, упакуем, и все будет. Достепление, что в Италии феноменально, это точно. Рады, любили. До встречи. Спасибо большое. Чемпионате мира. Спасибо тебе. И чтобы с тобой и не происходило, пусть будет улыбка, как у крокодила. Не парься. Будь счастлив. Субтитры сделал DimaTorzok